Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Сегодня я представляю вам отзыв и обзор книги Фёдора Углова «Сердце хирурга». Фёдор Углов – знаменитый врач-кардиолог, который разработал множество методов оперирования человеческого тела, в том числе участвовал в первой пересадке «Сердце» в СССР. И он пишет о том, как он учился, как он приобретал свой опыт, как он становился первоклассным хирургом. Тому, как он учился, посвящена практически первые две трети книги. И последняя одна треть книги, ну примерно, я сейчас не буду точно делить это по странице, она посвящена тому, что Углов даёт советы начинающим хирургам, как делать операции, как готовиться к операциям, как повышать свой профессиональный уровень. Он это делает не потому, что он такой вот великий и знаменитый Фёдор Углов, а потому что у него больше опыта. Потому что у него, он всю свою жизнь потратил на то, чтобы изучить, как работает человеческое тело и как его приводить в исправное состояние. И особенность данной книги заключается в том, что Фёдор Углов ещё в конце 20-х годов, в начале 30-х годов, 20-го века, а я напомню, что он родился в 1904 году и прожил 104 года. И он ещё в те годы, он применял очень интересные методики самообразования. Он тренировался дома зашивать раны. Он брал куриную ногу или свиную ногу, делал на ней разрез. После этого он прятал эту ногу в ящик стола и вслепую зашивал эту рану. И он отрабатывал все виды швов, которые ему показывали в институте. Таким образом он набивал себе руку, он тренировал свои руки. И в том числе он тренировал свой мозг, чтобы мозг не цеплялся за то, что он не видит то, что он зашивает. А на операционном столе, и Углов это знал, у него не будет в большую часть времени, у него не будет визуального контакта с той раной, которую он хочет зашить. Потому что всё происходит в глубине человека. А чаще всего, как он сам описывает, что если, допустим, это какая-то лёгочная артерия или лёгочная вена, или где-то в сердце, то это находится под другими органами, куда нужно ещё добраться, но тогда уже точно не будет никакого визуального контакта. И он, как он сам говорит Углов, он должен просто так натренировать свои руки, чтобы уметь делать эти операции, уметь делать швы, уметь вязать вены и артерии, перевязывать, чтобы не было срыва нитки. И это делать очень быстро и точно, и аккуратно. Потому что от этого зависит жизнь человека. Он готовит свою первую диссертацию, кандидатскую диссертацию. И он понимает, что ему не хватает материала. И он уезжает в маленький сибирский городок и поступает на работу в обычный фельдшерский пункт. Вот я сейчас точно не помню, то ли это был маленький городок, то ли это была деревня. И он смотрит, что в этом фельдшерском пункте не налажены никакие хирургические операции. И он начинает с нуля практически. То есть он обучает санитаров, он обучает медсестер, медбратьев, как ассистировать при операции, как диагностировать болезни. И одновременно он набирает опыт, он набирает материал для своей диссертации. Через несколько лет он возвращается в... на кафедру профессора Петрова, где он начинает писать свою диссертацию. И начинается война. И он уходит на фронт. Вот, к сожалению, сейчас я не могу точно вспомнить, он к тому моменту уже защитил диссертацию или нет. Про защиту вначале скажу. Диссертации. Когда он представил свою диссертацию к защите, то комиссия, ученый совет по защите диссертации, усомнился в том, что он сам собирал эти материалы, и в том, что все действительно так. И они направили письмо в тот район, где работал Углов в Сибирь, чтобы получить ответ от той клиники, от той больницы, где он работал, что это действительно так, что это действительно материалы были собраны добросовестно. А когда ответ пришел, то ему присудили ученую степень. Поскольку я не помню, это было после войны или до, ну, неважно. И он уходит на войну. И работает в военных полевых госпиталях. И снова продолжает совершенствовать свое хирургическое мастерство. Снова продолжает оперировать в тех условиях, когда недостаток лекарств, недостаток перевязочных материалов, недостаток квалифицированного персонала. Это позволяет ему создавать такие уникальные методики операции, которые потом, когда он вернется в мирную жизнь, и обратно он вернется жить в Ленинград, после войны это поможет ему успешно оперировать уже в мирное время, в мирных клиниках. И на основе вот этого всего опыта он с другими учеными. У них был, в их клинике был ученый, который занимался еще и разработкой механических устройств, которые можно вставить в тело на замен вышедших из строя органов. И вот вместе с этим человеком они создадут, я не помню, то ли первый метральный клапан искусственный, то ли искусственный сосуд, то есть что-то такое, вот очень-очень такое передовое. И тут он начинает интересоваться вопросами сердца, то есть вопросами кардиологии. когда в его клинику поступает человек, у которого искусственное сердце. Но искусственное сердце не то, что сейчас маленькая коробочка, которая там от батареек работает, качает кровь, помогает обычному сердцу работать. Это был огромный аппарат, который вот, наверное, размером даже, наверное, как две книги по толщине, такой чемодан, в котором стоял аккумулятор, и этот чемодан нужно было постоянно проводить ему техническое обслуживание, ремонт и так далее. Все это было очень опасно для человека. Но человек, самый первый человек, которому поставили вот это искусственное сердце, он прожил где-то сто дней. Ну, не было тогда таких методик передовых, как сейчас. Но если бы тогда Углов не заинтересовался этим вопросом, то вряд ли бы и другие люди, допустим, в Соединенных Штатах Америки, в Западной Европе не заинтересовались этим вопросом, то вряд ли бы мы сейчас имели такую передовую медицину, которая есть сейчас. Передовые устройства, которые есть в медицине. И Углов, он у него были рабочие два иностранных языка. Это английский и немецкий. Причем английский он учил, немецкий он учил в школе, потом в институте. А английский он выучил для того, чтобы читать передовые медицинские публикации, которые публикуются английскими учеными, американскими учеными в международной прессе. Для того, чтобы быть на острие иглы, знать все передовые разработки и смотреть, чтобы отечественная медицина далеко не ушла от передовой зарубежной медицины. И признанием этого стало то, что его пригласили на конгресс кардиологов зарубеж. И он поехал. Потом он проводил множество операций с зарубежными коллегами. Так сказать, был обмен опытом между нашей отечественной школой хирургии и зарубежными хирургами. Это что касается медицинской практики Федора Углова. В конце отзыва хочу также отметить, уже вернувшись к началу книги, когда он описывает, как он работал с теоретическим материалом. Потому что это важно отметить. Когда ему нужно было разработать методику операции и он не знал, как это сделать, он шел в библиотеку, брал все книги по теме, ну допустим операции легких, это была его первая специализация, это операции легких. И он брал все книги по теме, брал их и смотрел, какие есть операции, какие есть противопоказания, какие есть методики, какие есть осложнения после операции. Допустим, методика номер один, она хороша в том, что она ее быстро делать, но она плохо при выхаживании, то есть там много летальных случаев, или много ремиссий, или много еще чего-то. Вторая методика тяжела в реализации, то есть при операции, но зато потом пациент намного легче отходит после операции. И он стремился находить такие методики, которые потом были хороши при выхаживании пациентов после операции. То есть старался делать операцию как можно более щадящей для пациента. Но вот этот вот подход к делу, я когда начал читать, мне очень понравился, потому что я когда готовился к защите своей диссертации, я также собирал информацию о том, какие есть методики по исследованию пищевых масс, какие есть информации в отечественной и зарубежной литературе, какие есть зарубежные научные публикации. И в итоге у меня получилось где-то вот такой толщины 3-4 папки с собранными печатными материалами. Это чтобы написать кирпич диссертации, который толщиной всего буквально в 3 раза меньше, чем одна эта папка. То есть я получается собрал более чем в 10 раз больше материалов, чем потом я сам выдал в диссертации. А потом какая была моя радость, когда я уже через 4 или 5 лет после защиты открываю эту книгу и вижу ту же самую методику, которую я использовал при подготовке. Она описана вот в этой книге. Спасибо за внимание. Это был обзор книги сердца хирурга Федора Углова. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.